В Заполярье завершается северный опережающий завоз. Программа включает в себя обеспечение населенных пунктов Ненинского округа всеми видами энергоресурсов – дизельным топливом, углем и дровами. Михаил Веселов продолжит. Общая стоимость контракта составляет свыше 1 миллиарда 250 миллионов рублей. Это цена 20 400 тонн угля, почти 8 тысяч кубометров дров и около 12 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Всем этим уже полностью обеспечены деревни и села Нижнепечория, а также населенные пункты западной части округа. У нас по контракту 30 сентября поставка должна быть полностью завершена. И сегодня у нас один подрядчик – это Ненинская нефтяная компания, ее структурное подразделение. Мы довольны тем, что удалось наладить такую схему, когда у нас один подрядчик, который занимается всеми видами топлива. Нам проще и эта конструкция, на мой взгляд, немного надежнее, так как подрядчик – окружная структура. Какие обязательства пока остаются невыполненными и с чем это связано? Это уголь, дрова и бочкотара, варандей и каратайка. Мы в начале этой недели с руководством ННК разговаривали. Ориентировочные даты такие. С 12 по 14 сентября судно встает на погрузку в Архангельске, и с 20 по 25 должно разгрузиться в этих двух населенных пунктах. Так что пока предварительно, 25-го, если никакого форс-мажора не будет, мы закроем поставку опережающего завоза этого года. Проблем по качеству не по дистопливу, не по углю практически не было. Но по углю мы отслеживаем ситуацию больше к концу осени, к началу зимы, когда люди начинают уже активно пользовать уголь свежей поставки. Тогда у нас приходит больше информации по качеству. Но так как поставщик не сменился, я имею в виду непосредственно угля, это Хакасия, то надеемся, что здесь мы не ждем беды. У нас были небольшие жалобы на качество дров, но там, где эти жалобы были обоснованы, поставщик заменил некачественную древесину. Энергоресурсами, по мнению собеседника, Енинский округ будет обеспечен в полном объеме и вовремя. Небольшая оговорка, наверное, здесь нужна, потому что опыт уже подсказывает, что в сентябре иногда бывают на востоке шторма. Это все-таки море. Но тревоги у меня, тем не менее, нет, потому что я, ну, допустим, если будет форс-мажор, и мы выйдем, ну, к примеру, за рамки сентября на неделю, 10 дней. Смертельного ничего не будет, потому что запасы у нас есть, то есть мы не без топлива сейчас. А то, что это будет выполнено, ну, это практически, я думаю, стопроцентная уверенность. Подобная уверенность не может не вызывать оптимизма. Михаил Веселов, Вадим Стасюк, Телеканал Север.